Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире ваше общественное телевидение, программа «Честь имею» и я, ее ведущий Алексей Краев. Приветствуем вас! Желаем хорошего, теплого, солнечного дня, несмотря на сегодняшнюю питерскую дождливую погоду. По традиции, в первые минуты программы хочется отметить некоторые события, произошедшие в вооруженных силах. Это памятные даты праздники. 21 мая праздновал свой день Тихоокеанский флот. Также день военного переводчика в этот же день установлен Министерством обороны России. И грядущие праздники 28 мая – день пограничника, и 29 мая – день военного автомобилиста. Мы с большим удовольствием поздравляем всех, кто имеет отношение к этим датам, счастья вам, здоровья, и чтобы все наши военные профессии никогда нам не пригодились в реальных военных событиях. Ну а сегодня у нас в гостях человек, который не имеет отношения к этим датам, но имеет отношение, может быть, к не космонавтике. Если бы сегодня было 12 апреля, я бы, конечно, своего гостя сначала направил к гастрономам. Итак, Левченко Василий Кузьмич, заместитель, председатель Санкт-Петербургского союза суворовцев, нахимовцев и кадет. Правильно я выразился, да? Вот, Василий, значит, представляю тебя телезрителем. Здравствуйте. Значит, ну, начнем традиционно с вопроса, который, наверное, задаем всем нашим гостям, чтобы телезрители могли понять, кто перед ними находится. Значит, вот ты офицер, в запасе уже, подполковник запаса, я не сказал. Коротко о своей, так сказать, военной биографии, с чего все началось и к чему в итоге пришел. Вот, где учился, служил и так далее. Военная биография, наверное, как всегда складывалась и у всех моих друзей-однокасников. Так, Суворовское училище Казанское. Это детство. После этого хотел заниматься радиотехникой. По рекомендации офицера-воспитателя выбрал Академию Можайского, которую закончил. Ну, и после ее окончания служил на Северном космодроме. Сейчас об этом можно говорить, тогда это нельзя было говорить. В Плесецке занимался подготовкой к запуску космических аппаратов. Прослужив там три года, был вызван в Академию обратно на должность офицера-воспитателя. Работал по воспитанию мальчишек, будущих офицеров. После этого кафедра, преподавательская деятельность. Ну, и, собственно, я и закончил службу в 99-м году, прослужив 26 с лишним лет. После этого по приглашению тогдашнего губернатора Красноярского края Александра Ивановича Лебедева был приглашен туда на работу по созданию системы Кадетского учебного здания Красноярского края. Интересно. Понятно. Насыщенно. Оттуда уже сюда, да? Оттуда уже перевелся сюда, да. И здесь последние вот 10-12 лет уже здесь. Ясно. Ну, то есть основной срок службы вышел на космодром, да? Да. Я так понимаю. Ясно. Ну, сейчас ты занимаешь вот должность, которую я говорил, такая длинная, в союзе своровцев, нахимовцев и кадет. Вот чем занимается этот ваш союз, в чем его основная задача и для чего он был создан? Наш союз, как и многие другие общественные организации по всей территории России, вообще-то, наверное, уникальное такое образование. И вот почему. Оно объединяет в своих рядах тех, кто когда-то обучался и закончил суворовские училища и нахимовские училища. И, невзирая на то, в каком городе он не был, невзирая на то, существует это училище сейчас или оно уже давно закрыто, как, например, там, Саратовское, Сталинградское, Воронежское училище, их уже давно нет. Но, тем не менее, их воспитанники еще живы-здоровы. И вот мы все объединились в такую общественную организацию. Целью задачи, которая есть, во-первых, ну, помогать нашим ветеранам, в первую очередь. И, наверное, второй главной задачей является то, что мы еще можем проводить патриотическую работу по воспитанию нашей молодежи. То есть, говорить о том, для чего и как нужна военная служба для нашей страны. Давно Союз существует? Наш Союз существует с 89-го года, имеет две даты. Как правило, мы проводим большие заседания Союза, приуроченных 24 ноября. Это день рождения Александра Васильевича Суворова. Ну, и, конечно же, отмечаем день его смерти 18 мая. Как правило, мы возлагаем в это время, в этот день цветы к его памятнику на Марсовом поле. И в Благовещенской церкви Александра Невской Лавры, на могиле Суворова. Понятно. Ну, имена таких великих полководцев, как Суворов и Нахимов, наверное, никогда история не будет подвергать сомнению их вклад в наше укрепление обороноспособности нашей страны. Да, действительно, великие полководцы. И вот пару слов о том, когда были созданы Суворовские и Нахимовские училища, и для чего они были созданы, какой контингент туда идет? Вот. История создания Суворовских и Нахимовских училищ начинается в СССР 43-го года, но созданы они были по образу и подобию старых кадетских корпусов. Это тех кадетских корпусов, которые в императорской России готовили молодых людей, предназначенных к военной службе, и давали им соответствующее их предназначение воспитание. И это было самое главное в этих учебных заведениях. Собственно, все положительные моменты и были привнесены в Суворовские училища. Надо отметить тот факт, что, невзирая на сложные годы войны, командование провело поиск и нашло тех, кто учился в тех кадетских корпусах, чтобы они, зная, так сказать, положение, состояние и имея опыт воспитательной работы, пришли и воспитывали мальчишек. В первые годы, конечно же, там учились сироты, те отцы, чьи погибли на фронте. В наше время, уже в 60-70-х годах, конечно, очень много училось детей из неполных семей по тем или иным причинам, решая социальные задачи. Собственно, и сегодня Министерство обороны также поставило задачу в такие же Суворовские училища, сегодня тоже принимают детей офицеров, как правило, и тех, кто волей или неволей, получается так, что не имеет полноценных семей. Я считаю, это правильно. Ну, в принципе, конечно. То есть, с одной стороны, мы и, как бы, традицию, отец офицер, сын тоже пошел в Суворовское, получил там, грубо говоря, начальную военную подготовку какую-то и дальше уже решает, стать ему офицером или нет. Вот. И, с другой стороны, малоимущим семьям, конечно, тоже большая поддержка, учитывая нынешние цены на обучение, если нет возможности. Да, да. Вот. А с какого возраста туда идут? Сейчас система воспитания опять возвращается к первым истокам, когда в кадетских корпусах императорской России учились с 10-летнего возраста. Также такая же система была набора и в самые первые годы существования Суворовских училищ. Но потом, в связи с более-менее спокойной обстановкой, наборы постепенно перешли к 13-14-летним мальчишкам. И учились там 2 или 3 года. Сейчас, несколько лет назад, принято решение вернуться к этой системе. И сегодня в Суворовске училище принимают и в 5-й класс, и в 6-й, и в некоторое кадетское учебное заведение в 7-й класс. А вот программа обучения там, в основном, я понимаю, что идет обычное обучение, как и в средней школе, да, все предметы основные, математика, физика, то есть никаких исключений нет, да? И к этому еще что-то добавляется? Ну, опять-таки, вынуждена говориться до последних двух лет, да, система, ну, вернее, образовательная программа, она соответствует образовательной программе общеобразовательной школы. Но, учитывая жесткую систему, заключающуюся в распорядке дня, в очень четком и полном контроле в течение всего дня за собственной успеваемостью этих самых мальчишек, эти программы, они позволяли и расширять, и дополнять себя. Поэтому выпускник Суворовского училища до последнего времени, это был, ну, достаточно подготовленный молодой человек. Я просто помню по себе, когда поступал в Академию Можайского в 72-м году, а тогда Суворовцы, поступая в высшее учебное заведение, где срок обучения был 5 лет, это, как правило, были инженерные училища, инженерные академии, сдавали экзамены. Мы себя никак не чувствовали какими-то ущемленными, даже по сравнению с выпускниками школ двух столиц, а в чем-то и превосходили их. Поэтому нам не представляло особенно никаких усилий учиться вполне достойно. Сейчас, так, и кроме этого, еще был целый курс различных военных дисциплин, включая еще месячные лагерные сборы каждое лето, где и даже танки доводилось вводить мальчишкам, это было очень интересно. Это было нормально, это все способствовало тому, что нас развивали, ну, в общем-то, знающими людьми. Замечательно. То есть, фактически, учеба в таких заведениях, она много дает мальчишкам по сравнению с теми, кто учится в обычной образовательной школе. Несмотря на то, что они там в каком-то замкнутом пространстве, у них, наверное, так же, как в армии, увольнение есть в город, просто так не уйти же. Да, это есть. Но то, о чем очень редко говорят, всегда говорят, у замкнутой системы закрыты, детство лишены, я с этим не согласен и всегда на это отвечаю очень просто. Нам, могу прямо сказать, посчастливилось вот в этих замкнутых коллективах, когда круглосуточно ты живешь среди своих же товарищей и бываешь в этой вот иногда жесткой ситуации, нам приходилось себя познавать в коллективе, познавать коллектив по отношению к себе, свои привычки, свое «я», подстраивать под действия коллектива и свои успехи и недостатки, связывать с успехами и недостатками всего коллектива, будь то взвода, будь то рота, будь то училища, вот, и оценивать себя постоянно среди, как сейчас модно говорить, среди своей команды. И нельзя было никак подвести того, кто рядом с тобой. Если ты за его спиной, ты должен его закрывать. Но знаешь, что если ты впереди, он тебя со спины будет закрывать. Этого не дает никакая школа. Это дает только замкнутый военный коллектив. Настоящая мужская дружба формируется фактически. Это та психологически воспитательная обстановка, которой нигде больше нет, кроме как вот в этих интернатах, военных интернатах. Понятно. А вот какие-то негативные явления, как вот, допустим, в армии среди срочников, имеют место или редкое? Ну, как сейчас принято говорить, дедовщина там в ее... В Суворовских училищах? Да, или нет там. Вы знаете, я никогда этого не испытал и знаю по своим сыновьям. У меня два сына закончили Суворовское училище. Таких вещей нет, вот как они есть в армии. Да и то, что сейчас творится в армии, честно скажу, сам этого не встречал, когда служил офицером. Ну, просто не встречал. Там, где мне, ну, наверное, поселилось или довелось служить. В этом я убежден в одном, что состояние дел в том или ином подразделении зависит только от офицеров. Другого нет. Кто бы там ни пришел, все зависит от офицеров, как будет построена работа с теми же солдатами. Будет она дедовщина, не будет, зависит только от них. Ну, и, наверное, это укомплектованность подразделения офицерами. Это укомплектованность офицерами. Половины не хватает, очень сложно следить. И самое главное, их подготовкой. Их подготовкой, готовностью к этому. Ну, к сожалению, в 90-е годы нанесли серьезный ущерб уровню подготовки офицеров. Согласен. Это все знают. Сам это прошел, сам примерно всю эту систему знают. А вот в Суворовске, Нахимовске училищ, ну, мы их объединяем сейчас под одним названием Суворовске, девушек берут, девочек? Я знаю, сейчас, допустим, в военно-медицинскую академию там есть там женский какой-то факультет. Была попытка, если мы говорим сейчас о кадетских военных учебных заведениях, которые включают в себя Суворовске училище, Нахимовской кадетской группе Министерства обороны, была попытка, ну, почти чуть ли не в каждое вот такое заведение девочек взять два года назад. Но в прошлом году Министерство обороны отказалось от этой вот инициативы. Но, к сожалению, иногда приходят руководители, так сказать, не совсем четко разобравшиеся в этой ситуации. Ну, в любом случае, решение уже отменено. Девочки, по крайней мере, те, которых приняли, еще есть в Нахимовском училище, есть девочки, видел самых, они очень хорошо и здорово выступали. Ну, для девочек сейчас сделан в Министерстве обороны пансион. По-моему, он открылся в 2008 году, пансион для девочек, вот, дочерей военнослужащих, проходящих службу в дальних гарнизонах. Я считаю, это правильно. Сейчас новая тенденция пошла, открывается вот так называемые президентские кадетские училища. Как бы я к этому лично не относился, но, тем не менее, тоже какую-то функцию они будут выполнять, и девочек туда берут. А в военных училищах, да, в военных училищах во многих берут девочки, в Академии Можайской есть девочки, в Рязанской воздушно-десантном училище есть девочки. Ну, это уже взрослые. Это уже взрослые. Понятно. А вот сейчас идет сокращение военных училищ, идет сокращение набора военных училищ. В прошлом году, по-моему, там прекратили вообще набор, насколько я слышал, из-за того, что некуда девать офицеров. Действительно, выпускники два года назад приходили, офицеры на солдатские и сержантские должности назначали после реформы. Естественно, избыток получался. Не планируется сокращение или не идет сокращение сейчас вот таких заведений суворовских, нахимовских? Насколько это актуально? Ну, к сожалению, сейчас у нас есть большая проблема именно здесь, в Петербурге. По решению командования Министерства обороны, Департамент управления военным образованием, три кадетских учебного заведения. Это ракетно-артиллерийский кадетский корпус на Московском проспекте, военно-космический кадетский корпус железнодорожных войск объединяются. Но это было бы не так страшно, если бы объединение не происходило на загородной территории. То есть, просто-напросто Мальчишку убирают в лес. А это с точки зрения проведения воспитательной работы, образовательной работы, это не очень здорово. Потому что кадетский корпус железнодорожных войск находится за Петергофом. Он находится в Старом Петергофе, а это очень далеко. Это значит, что в каком-то смысле будет ограничено поездки в город, в театр, в музей, увольнение. Культурное воспитание. Да, вот это очень сильно пострадает. Ну, принято решение, что же теперь. Стараются сейчас и родители, и общественная организация стараются помешать этому. Не знаю, как получится. По крайней мере, в ближайшее время покажет. Ясно. Многие офицеры после армии устраиваются, ну, почти все кто-то работает, потому что на одну пенсию, как говорится, не проживешь. Да и неинтересно. Это скучно, наверное, когда уходишь в возрасте 45-50 лет. А то и раньше куда-то уходят работать. Кто-то по своей специальности, вот, Василий Левченко нашел себя где, как и кем. По своей специальности или что-то другое пришлось изучить. Понимаете, когда вернулся из Красноярска и вот так тоже встал перед дилеммой, что же делать. Пошел искать работу. Просто вот пошел искать работу. Выписал. Ну, более-менее как-то вот благозвучно звучащие там должности. Может быть, сейчас покажется это смешным. Но когда я пришел в одну компанию, она занималась телекоммуникациями, а это немножко ближе было все-таки к техническим вещам, вот, руководитель, хозяин компании на меня посмотрел день, второй, пока шел процесс обучения. А потом говорит, можешь мне навести порядок здесь военный? Я говорю, всю жизнь наводи. Он говорит, ну, давай. И вот с этого, в принципе, началась моя деятельность в телекоммуникационной сфере. Вот, пройдя один, так сказать, одну ступеньку, меня пригласили в другую компанию, в третью, и все, в конце концов, вырвалось в то, что приобретя опыт и познакомившись с людьми, мы вчетвером, люди пенсионного возраста, я из них самый молодой был, решили организовать свою компанию. Мы сделали производственную компанию, которая производит электротехническую продукцию. Начиная все с нуля. Это можно, это реально. Ну, для этого нужно только подумать, чем заняться и все посчитать. А, в принципе, можно. Выпускники нашей академии, мои ученики, ну, извините, самый, наверное, большой человек, это выпускник третьего факультета Академии Можайского, он владелец авиакомпании «Сибирская авиалиния». Это о чем-то говорит. Даже, может быть, и так. Я могу привести ни одну фамилию тех наших, кто работает в банках, на серьезных должностях, вот, хотя образование имеет радиотехническое. В конечном счете все зависит от человека. Как человек воспринимает этот мир и как он хочет в него писаться. А военные, те, кто получил образование в военно-учебных заведениях, ему будет проще, потому что он знает, как работать в коллективе. То есть, вот, уровень подготовки, который давался в Академии Можайского, да и не только, наверное, Можайская, во многих других военных вузах. Да, я сам заканчивал радиотехническое в Киеве училище, КВИРТУ. То есть, в принципе, тоже мне очень здорово помогло в жизни. Он дает, видимо, не только просто хорошую специальную подготовку, но и общеразвивающую какую-то для того, чтобы человек мог как-то самоутверждаться в этой жизни. А вот мы разговаривали недавно о интернет-проекте каком-то. Можно пару слов, что это за проект, что за сайт и для чего ты его создавал? Дело в том, что очень давно, еще в 1991 году, мы познакомились с выпускниками первого русского кадетского корпуса, который был в Югославии, с воспитанниками. Это старшие кадеты, как мы их называем. Осталось их в мире всего несколько человек. К сожалению, время идет. В 1944 году он был закрыт, и вот с тех пор я стал заниматься историей кадетского воспитания и образования. И в 2001 году первый сайт, который появился в интернете, я открыл сайт в формате интернет-энциклопедии. На этом сайте можно найти практически всю информацию о кадетских учебных заведениях России. То есть, тоже свою линию, как говорится, кадетскую, суворовскую и там. Она ближе. Она ближе, значок всегда на груди. Понятно. Вот несколько слов хотел задать о космодромах наших, коль служба связана с космодромом в Плесецке. Вот сейчас идет строительство в Амурской области космодрома, тоже это не секрет, не военная тайна. Нет, не секрет, об этом все. У нас есть космодром в Плесецке. А почему мы все-таки запускаем с Байконуры? Это связано с какими-то договорными или технические возможности не позволяют нам уйти с Казахстана? Ну, в первую очередь, здесь есть две технические возможности. Там все было. Там все было. И этот космодром у нас ближайший к экватору. Ну, с точки зрения физики, то, что находится на экваторе, скорость к запуску добавляет еще и вращение Земли. Это безусловно. Поэтому, чем ближе к экватору космодром, тем более тяжелые ракеты и более тяжелые спутники можно запускать. То, что делается на Дальнем Востоке, оно находится на той же широте, даже широта чуть ниже, чем и Казахстан. Но, к сожалению, межгосударственные все вот эти взаимоотношения, они не способствуют пока совместной хорошей работе. Ну, это уже дело большой политики. Я думаю, что решение принято правильно. В России должен быть свой южный эксперт. В принципе, да. То есть, рано или поздно из Казахстана, наверное, придется нам уйти. В чисто экономических целях. Ясненько. Семья, дети, чем дети занимаются? Выросли уже на роду, да? Два сына, дочь, старший сын. И старший и средний сын закончили Суворовское училище также. Пошли, начали идти по стопам отца, но, к сожалению, события, которые здесь были, позволили только старшим заслужиться до капитана. Вот, и он вынужден был уйти из армии. Сейчас вполне достойно работает у него, есть работа программиста. Вот, средний сын работает со мной же в компании. Вот, дочь заканчивает университет в этом году. Проблемы не испытывающие семьей. Понятно. Семья – это тыл. Сыновья тоже, как говорится, вкусили горечь и радость службы военной. Семья – это тыл офицера. Василий, вот несколько слов в завершении программы нашим телезрителям, наверное, в основном молодому поколению, что пожелания, как себя вести в этой жизни, боятся ли службы в армии, кто вот сейчас пытается там откосить и так далее. Ну, и вообще пожелания телезрителям нашим. Ну, наверное, я буду здесь все-таки предвзятым, потому что давлеет надо мной то, что я видел сам, через что сам прошел. Страха не было никакого. С солдатами всегда находил общий язык. Службу прекрасно делали, невзирая на то, что и в караулы ездили, оружие было у нас боевое у солдат. Вот, все было прекрасно, об армии того времени не могу ничего сказать плохого. Сейчас не думаю, что откаживание от армии – это есть дело настоящего мужчины. Думаю, что нужно просто себя ставить тем, кем ты являешься, в том числе и в армии, стоять за себя. А это одно из тех качеств, которые присущи мужчинам. Ну, и говоря, очень много говорят здесь о патриотизме, все-таки хотелось бы вспомнить слова той песни. «Прежде думай о Родине, а потом о себе». Вот это, наверное, и есть основа патриотизма. Да, к сожалению, это у нас сейчас в обществе не хватает, и не только в армии, наверное, и везде. Каждый сейчас старается думать прежде всего о себе. А Родина у нас одна. А Родина одна. Ну, что ж, уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях подполковник запаса Василий Левченко. Я благодарю за то, что нашел время прийти, побеседовать. К сожалению, времени очень мало нам, чтобы обсудить все вопросы. В эфире программа «Честь имею». Я Алексей Краев, мы с вами прощаемся. Всего доброго, до новых встреч.